Ну что, уважаемые зрители, сегодня попытка сделать прямой эфир через Фейсбук. Не знаю, насколько хорошо мне видно или слышно. Пишите комментарии. На Фейсбук я сейчас зайти отсюда не могу, но могу посмотреть. Очки надел чисто ради примера, потому что хочу немножко рассказать о чистке оружия и технебезопасности при чистке оружия. Иногда в оружии бывают сильные пружины в некоторых деталях, которые, соответственно, могут заставить эту деталь взлететь. И насколько вы представляете себе, это будет неприятно, если такая деталь взлетит вам в глаза. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл одевать очки защитные чисто для чистки оружия. Или когда вы что-то такое разбираете. Следующее – это у нас, соответственно, защитные перчатки. Реально говоря, обычные защитные перчатки. Чтобы лишняя химия не попадала на руки. Ну и для тех, кто не любит ощущение масла и тому подобное на своих руках. Я стараюсь в чистке одевать вообще одежду с длинным рукавом, которую можно всегда потом постирать. И перчатки. Так что это всегда полезно. Не только, конечно, с оружием обестрельным, но еще и с холодным тоже. Это одновременно предотвращает попадение человеческого пота и человеческого масла на оружие. Сегодня видео, связанное частично... Очки я сейчас носить не буду, потому что, честно говоря, для данной чистки это не нужно. Сегодня очень простая тема. Изначальная чистка оружия, одновременно связанная с выбором оружия по типажу, по вариациям. Я выложил у себя на столе и там вот на кровати, видите, несколько типов оружия, которые я сегодня собираюсь просто почистить. Одновременно просто пополтать с вами. Да, мне кажется, никто меня в данный момент не смотрит, но это не значит, что я не могу почистить оружие. В основном у меня сегодня не чистка, а смазка, потому что оружие уже очищенное. Для некоторых образцов смазки давно не было, поэтому буду проверять состояние данного оружия. Но начнем с простейшей техники безопасности. У меня в оружии изначально стоят флажки для патронника. Очень вещь полезная, очень вещь дешевая, которая позволяет вам абсолютно четко знать, есть ли в патроннике патрон. Первым делом на любом оружии, которое вы разберете, первым делом сбрасывайте в магазин, уже потом проверяем патронник. Можно через него посмотреть при желании, если это оружие позволяет такое сделать, проверить, если там чего-то или нет. Но если у вас есть флажок, то вы, скорее всего, знаете, что там ничего нет. После этого уже можно заняться чисткой, смазкой или какими-то еще техническими работами с данным оружием. Сегодня у меня простой, как я сказал, вариант. Я использую салфетки от фирмы КОП. Открытые уже. Я потерял крышку от данной коробочки. Поэтому положил в пакет, чтобы они не особенно сильно рассохли. Или сухли. Сохли. Сохли. Сосыхали. Неважно. Вот такие вот тряпочки. Первым делом, конечно, оружие надо разобрать. Полностью разбирать для чистки в большинстве случаев не нужно. В большинстве случаев. Достаточно на так называемой полевой чистке. Как и подозреваю, много зрителей у меня на канале все-таки бывшего советского времени. И что такое Макаров знает. Специально поставил сюда флажок, чтобы вот эта вот радость обратно не пошла, когда мне не надо. Снимаем затвор со ствола. Снимаем, соответственно, после этого пружину, если это вам надо для чистки. У Макарова, как многие знают, есть разный диаметр. Широкий, который легко надевается, и узкий, которым надо надевать на ствол. Поэтому положим пока затвор, ствол. Можно теперь посмотреть через вот этот ствол на его состояние. Желательно приложив что-то белое, чтобы было лучше видно. Либо посмотрев через него на лампу. Еще также существуют в практике так называемый бороскоп или боролайт. То есть есть варианты посмотреть. Я вот на видео показывал. Посмотрите на сам ствол. К сожалению, мне не удалось подключить эту вещь к компьютеру. Сейчас слишком далеко от компьютера нахожусь. А есть возможность подсветить. Я ссылки дам на данные вещи. В данной ситуации мне это не надо, потому что мне и так достаточно хорошо видно. Плюс я знаю, что оружие уже чищено, если серьезно говорить. Так что сегодня скорее сеанс смазки, чем чистки. И я все равно держу вот этот ключик здесь. На всякий случай, чтобы просто не защелкнуть. Ну что, в принципе, можно, конечно, снять. И вот он пойдет обратно. Ну, если хочу собрать обратно, то лучше не стоит. Минимально и чисто. Берем тряпочку с маслом от ХОП и просто смазываем внутри все, что требуется. И заодно смотрим, насколько грязные вещи приходят обратно. Самое главное смазывать вообще либо на хранение, либо перед стрельбой. И тогда надо смазывать именно как раз как смазка. Не на хранение, а как смазка те вещи, которые двигаются. Или по которым двигаются. То есть по лозе и так далее, и так далее. Здесь немножко грязи есть, честно вам скажу. Судя по тому, что возвращается, но совсем немного. Как вот здесь видно, видите, не совсем белая вещь получается. В данных ситуациях существует куча разных инструментов. И я рекомендую всем, кто покупает первое оружие, купите также набор для чистки данного оружия. Практически во всех магазинах он есть. Там будет, возможно, в вашем пистолете придет уже что-то для чистки. Тогда, может быть, не обязательно. Но хотя бы жидкости или тряпочки вот такие вот вам нужны. Например, щетка. Ей можно почистить внутри, как будто это зубная щетка. Желательно с материалом, который не будет крепче того, что вы чистите. То есть, например, у меня здесь это, по-моему, это полимерная щетка, я не знаю, как назвать. У меня здесь есть латунная щетка, вот там лежит, вот она. И у меня есть такая вот. Можно, кстати, зубными щетками пользоваться тоже, при желании. Интересно, вот никто меня не смотрит, судя по всему, ну и ладно. То есть, в данном случае, реально говоря, что мне требуется, это чуть-чуть совсем почистить затвор и немножко почистить ствол. В данном случае я пользуюсь жидкостью, называемым баллистолом. Совсем немножко сполоснуть вот эту щетку, которая пойдет в ствол, чтобы вот это все попало сюда. Вариаций, как чистить или смазывать ствол, много. И, надеюсь, это кому-то интересно. Так что сейчас я, реально говоря, просто чищу и смазываю одновременно баллистолом ствол несчастного Макарова. Он, в принципе, и так был чистый. Но чистый для видео. Я не эксперт по чистке, заранее говорю. Но что-то надо же чистить, надо. Так, сейчас мне надо найти следующий инструмент, который я хотел вам показать. Кстати, вот такие вот наборы продаются, если кому-то нужно много чего чистить. Также, соответственно, продается или подается вот такой вот инструмент для патчей, для этих бумажек. Вот это, кстати, называется Bore Snake. Тоже инструмент для чистки ствола. Я их обычно использую для ствола, который сегодня тоже собираюсь немножко почистить. Ну, а сейчас просто берем вот эту тряпочку чистящую и посмотрим, что творится в стволе. Вот такую тряпочку. И очень простенько проверим. Если она выйдет белой, то практически чистить не надо. Видите, практически белая. Все. То есть данный пистолет можно уже собирать обратно. Еще раз помните, здесь нельзя... Как мне уже много раз говорили о видео. Надо брать там, где узкий конец пружины. Ну, вот, чтобы его жестко можно было надеть на ствол. Теперь у меня уже смазанный затвор. И я, конечно, могу его смазать чуть побольше, но смысла в этом сейчас особенного не вижу. Хотя, в принципе, еще одну тряпочку имеет смысл достать. Учтите, что вот все эти комплекты с маслом, они предназначены в основном для полевых ситуаций. То есть то, что взять с собой в тир, то, что взять с собой, предположим, на какой-нибудь замечающий курс. И, в принципе, не особенная такая вещь. В общем, одеваем ствол. На ствол надеваем затвор. И снимаем задержки. Проверка функциональности в безопасном направлении. На предохранителе ничего не работает. Можно поставить обратно магазин. Магазины иногда имеет смысл разобрать и чистить. Иногда. Чисто для того, чтобы они, особенно если в них много стали, чтобы они дольше проработали. Разбирать макаровский магазин не самая интересная и цель, вещь. Никогда этого не делал и делать не собираюсь, честно говоря. Вот магазин. И вот, соответственно, курковый пистолет Макаров. Пистолет Макарова полгарский собран. Почищен. Смазан больше, чем почищен, потому что он и так был в основном чистый. Его можно убрать в сейф или куда-то еще, куда вы собираетесь его отложить. В принципе, на этом пистолете можно закончить с курковыми. Это как раз тот самый вариант, если кто-то покупает первый пистолет. Вот как пример один из курковых пистолетов. Чем курковый отличается от страйкера? У куркового есть либо открытый курок, вот это курок, вот это спусковой ключок называется, либо скрытый, который я вам тоже покажу. Соседний пистолет, тоже Вальтер. Это же, в принципе, тоже практически Вальтер. Готов к уборке в сейф. Следующий пистолет будет мой полноразмерник. Страйкер Глок 34. Вот он. Тоже, видите, я его поставил с пистолетом, с флажком в патроне пистолета, чтобы показать, что он пустой. То есть подготовился с точки зрения техники безопасности. Что такое страйкерный пистолет? По-русски это пистолет с ударниковым механизмом. Видите, здесь нет никакого курка вообще. На Глоках и вообще на большинстве страйкеров есть какой-то предохранитель. Обычно там много предохранителей. А несколько внешних, несколько внутренних. В Глоке в их системе три предохранителя. Наиболее известный – это вот тот флажок на спусковом крючке. Как вы понимаете, пистолет разряжен. Если просто нажать на спусковый крючок, не задевая предохранитель на нем, то выстрела не произойдет. Если нажать правильно, то произойдет. Одна из причин, почему Глок популярен. Они, реально говоря, первопроходцы создали полимерный пистолет в 80-х годах. Почему я не рекомендую Глок как первый пистолет? У него для многих людей есть проблема. Хват должен быть очень определенный. И не похожий на хват других пистолетов на оружейном рынке. Это неплохой пистолет, но это, реально говоря, середнячок за довольно-таки большие деньги. Но если вы решили покупать Глок как первый пистолет или не первый, покупайте только пятого поколения. Не покупайте более раннее. В пятом поколении очень много улучшений. У меня третьего и четвертого, а пятого у меня нет. Вот это Глок 34, так называемый, тактический, практический. Длинный ствол, самый длинный из Глоков такого типа. И, реально говоря, самый удобный для меня лично Глок. Потому что они легкие, у них проблема с отдачей из-за неправильного охвата. Это чисто проблема Глока. Тридцать четвертый очень приятен для стрельбы. Калибр 9 мм. Для тех, кто не знает, особенно для первых покупателей оружия, понятия 9-й калибра не существует. В пистолетах существует 9 мм. То, что мы называем 9 на 19. Большинство пистолетов у меня 9 на 19, с некоторыми исключениями моторов. Это 9 на 18. В США его называют 9 мм моторов. Глок 34. Очень легко разбираемый пистолет. Но, видите, здесь клавиши. Он разбирается. Почему очень важно соблюдать технику безопасности? Он не разбирается без спуска. Спускового крючка. Вот если разобрать, вот тогда нажатием с двух сторон на вот эту клавишу, он разбирается исключительно просто. Он у меня, конечно, тоже чистый. У меня в основном чистое оружие уже. Так что сегодня мы просто посмотрим на его состояние и, возможно, смажем. Как называются детали на русском языке и на английском, для всех, кому интересно. Вот это затвор. По-английски называется slide. Внутри, соответственно, есть страйкер, по-английски. По-русски это ударник. Соответственно, вот это все вот там вот находится. Это возвратная пружина. Это ствол. Barrel. Record spring. Прицельное приспособление. Мушка и целик. Front side, rear side. На 34-м целик регулированный. Adjustable rear side. Рамка. Frame. Спусковый крючок. Крючок. Trigger. И вообще вот это называется trigger mechanism. Вот это все вместе. По-русски это вы сами. Давайте посмотрим, что у нас известно по этому стволу. И в каком он у нас состоянии. Кстати, оружие, даже не стреляное, но которое попадает на воздух, имеет смысл иногда смазывать. И лучше его хранить в хорошем состоянии. Я сейчас не смотрю через какой-нибудь... Вариант. Камеры или что-нибудь такое. Чисто можно посмотреть глазами. Потому что видно в каком-то состоянии. И после этого, конечно, можно посмотреть через тряпочку. Видите, тряпочка как была, так и осталась. Я знаю, что это чистый пистолет. Поэтому сегодня мы, реально говоря, занимаемся только его смазыванием для хранения. Опять использую ту же тряпочку от фирмы ХОП, которую я показывал. Здесь у меня их сколько? Здесь в этой баночке 50 штук таких тряпочек. Пропитанных уже маслом. Поэтому все, что мне требуется, это смазать все стальные или металлические поверхности данного пистолета. И он будет в порядке. Интересно, комментариев у меня здесь нету. Может, на Фейсбуке они есть. Если есть, я там потом посмотрю. Здесь я посмотреть это, к сожалению, не могу. И, кстати, вот этот затвор можно разобрать дальше, если бы я из него больше стрелял. Вот эта крышка снимается, за ней как раз находится тот самый ударник. Мне на данный момент это не является необходимым. Возвратные пружины здесь смазывать не надо. И я лично еще и протираю металлические полозья, на которых крепится, соответственно, данный затвор в собранном пистолете. Теперь давайте его соберем обратно. И, соответственно, здесь только одним способом можно поставить возвратную пружину. К счастью. Есть пистолеты, в которых это сложнее. Собирается ГЛОК. Исключительно просто. Все. Больше ничего не требуется. Можно снять его со взвода. Магазины ГЛОКовские тоже разбираются. Разные. У меня здесь МакКуловский магазин. И никаких проблем. В данном случае пистолет готов. Можно его проверить. Становится на задержку. Сбросить. Проверить, что все работает. Пистолет закончен. Газ с маски. Как видите, эти тряпочки довольно-таки серьезно расходуются. Особенно старые. Поэтому их можно выбрасывать. Хватает примерно тряпочку на один момент чистки. Не самая лучшая вещь. Следующее. Этот пистолет, который я сейчас показывал. ГЛОК-34. С моей точки зрения годится, как, например, для обороны дома. У него длинный ствол. У него будет меньше отдача. У него хорошая емкость магазина. 17 минимум. 9 миллиметров. 9 на 19. И, в принципе, неплохая вещь для тех, кто умеет пользоваться оружием. Если вам нужен пистолет. Но это чуть ли не самый дорогой из ГЛОКовских пистолетов. Он стоит за 700 долларов, когда можно их найти. Это, может быть, не самая лучшая вещь. ГЛОКи совсем не дешевые пистолеты. Совсем. В данном случае я хочу представить вам пистолет, который я лично ношу. Это пистолет Смит-Вессенд Шелл первого поколения. Я им владею, наверное, уже лет... Ух. Как минимум лет 6. Сколько через него прошло патронов, я уже даже не знаю. Честно вам скажу. У меня на нем стоит лазер. Хоть многим и не нравится данный подход. Вот этот лазер, видите? И мне данный пистолет очень нравится. Я купил вариант с предохранителем. Внешним. Каждый может купить себе по вкусу. Такая вот вещь стоила 300 чем-то долларов, когда я покупал. Разбирается он чуть-чуть сложнее. Чуть-чуть. Чем ГЛОК. У него здесь, видите, вот эта клавиша для разборки. Вот эта клавиша. Соответственно, воспользовавшись этой клавишей, пистолет можно разобрать. Вот его затвор. Вот его улучшенная, серьезно улучшенная возвратная пружина. Видите? И вот его маленький стволик. Пистолет по размеру гораздо меньше 34-го ГЛОКа, потому что он предназначен для вскрытого ношения. Для обороны дома этот пистолет из-за малой емкости патронов обычно менее удобен. Это, в принципе, предназначен для вскрытого ношения. Это самый популярный пистолет для вскрытого ношения. Насколько я знаю, с Митвассен продали больше миллиона пистолетов фирмы Шилд. Модели Шилд, разнообразных моделей. Они есть в разных калибрах. Мой 9-миллиметровый. Проверяю. Вот из этого пистолета я достаточно часто стреляю. И я его, правда, чищу после каждой стрельбы. Но все равно имеет смысл проверять. Потому что очень часто он у меня находится за пределами сейфа и, соответственно, подвержен влиянию внешней среды. И, как вы видите, это чуть-чуть видно. Ствол, скорее всего, будет чистый. А вот затвор, а все остальное имеет смысл смазывать и за ним ухаживать. Особенно, если ваша жизнь зависит от данного ствола. Так что вот так вот. Да, два человека смотрят. Это хорошо, в принципе. Я знаю, что время не самое лучшее. Но, по крайней мере, я надеюсь, что на Facebook это потом будет видно. И там кто-нибудь напишет комментарий. В общем, я смазал затвор. Ствол теперь посмотрим, в каком он состоянии. Должен быть нормальным, но это надо проверять. Вроде бы нормальным. Сейчас мы это проверим. Да, хоть и тряпочка другая, но, реально говоря, следов практически нету. Я меняю эти тряпочки между несколькими типами оружия, особенно если она загрязняется. Если тряпочка грязная, то надо чистить, соответственно, ствол, а потом смазывать. Очень часто это легко заметно, когда ствол грязный. Потому что начинают вылетать всякие вещи из ствола. Но здесь, скажем так, оружие уже было исчищено. Одну из вещей я иногда делаю чисто ради юмора. Беру вот такую вот тряпочку масляную и просто, по мере возможности, прогоняю ее через ствол. Далеко не всегда это работает, иногда она просто рвется. Но в данном случае ствол чистый, можно собрать оружие обратно. Большинство современных стволов собирается, пистолетов не отсюда, и винтовок, карабинов и так далее, собирается очень просто. Но при этом имеет смысл посмотреть в инструкции, если вы в этом новичок. Или спросить у кого-то, кто в этом разбирается. В магазине сейчас, во время паники и пандемии, так называемой, помочь сможет мало кто. Еще, смотрите, если вы покупаете оружие для своей жены, очень важно, чтобы она могла оттянуть этот затвор. Или знала, как это делать с тугим затвором, с тугой пружиной. У меня есть усиленная пружина, заранее говорю. У меня в некоторых пистолетах усиленная пружина, чисто по моим требованиям. Но есть способы, как передернуть затвор, даже если у вас слабые руки, а затвор тяжелый. Я на эту тему пытался сделать видео. У меня на YouTube-канале, можете на эту тему поискать. В общем, в данном случае этот пистолет собран, проверен и можно его убирать. Следующая и, наверное, возможно, последняя вещь, которую я сегодня хочу посмотреть, это будет курковый пистолет. Один из самых лучших начального уровня пистолетов, как я считаю лично, это Вальтер Крид. Это курковый пистолет, проверим, во-первых, технику безопасности, ничего у него нету, в котором курок невозможно руками взводить. Он полуспрятанный. Это очень недорогой пистолет, очень недорогой пистолет от фирмы Вальтер. И реально говоря, насколько мне известно, самый дешевый из пистолетов сделан хорошими фирмами. Даже не очень хорошая фирма, и все равно дешевый. Я вам еще установил здесь фонарик, который надо будет, кстати, подзарядить, потому что, видите, сейчас не работает. Фонарик, кстати, очень важно проверять, если у вас на вашем оружии стоит фонарик или лазер, проверять, что зарядка в нем все еще есть. В этом, видите, сейчас уже нету. Так что после видео пойду подключу его к USB. Здесь он заряжается от USB. Вот так, как вот здесь вот. Но для чистки фонарик можно снять. Он здесь снимается очень легко. Это пистолет. Еще раз, Вальтер Крид. У него 16 патронов 9-мм калибра емкость. 9 мм 9х19. Сам пистолет сейчас стоит 269 долларов. На разных веб-сайтов, которые я не могу здесь указать по причине того, что этот Facebook тоже не самая прооруженная соцсеть. Но что поделать? Как говорится, я сейчас тестирую, что возможно сделать на Facebook. Если у меня после этого закроют мою страницу на Facebook, что делать? В общем, его тоже легко разобрать. Давайте мы его разберем. Как вы видите, здесь есть тоже клавиши разборки, которые можно взвести, если поставить пистолет на затворную задержку. Что такое затворная задержка? Это обычно клавиша на пистолете. Также затворная задержка происходит, когда у вас хостой магазин практически на всех пистолетах. Теперь вот эту клавишу можно нажать вниз. Видите, она теперь вниз смотрит. И снимаем затвор с пистолета. Рамка здесь полимерная. Затвор, соответственно, встален вне. Очень похожи в современные пистолеты по многим параметрам. Так что все, что осталось, это здесь его немного протереть. Потому что грязным он просто не может быть. Потому что, реально говоря, использования у него практически не было. Так что все, что с ним было, это отдых в сейфе. И, как вы видите, реально говоря, практически кроме тех мест, которые подвержены влиянию внешней среды, нигде с него вообще ничего не идет. Что, в принципе, и ожигаемо. Было бы странно, если бы он загрязнялся в местах, где ничего не происходит. Кстати, на тему салфеток, вот эти салфетки для поля, вещь хорошая до определенной степени. Но у HOP есть вот эти вот салфетки. И они гораздо лучше, с моей точки зрения. Конечно, занимают больше места. То есть, смотрите, здесь тоже 60 салфеток, но они гораздо крупного масштаба. И они сделаны лучше. И это очень важно. То есть они не рвутся мгновенно, как вот эти вот микросалфетки. Честно говоря, купил эти салфетки для обзора. Обзор, ну, да, можно им пользоваться, но не самая идеальная вещь. В общем, вот этот пистолет. Давайте соберем его обратно. И это последний из так называемых обычных пистолетов сегодня на обзор. Вот затвор. Кажется, никого и не учу, как создавать оружие. То есть никаких правил, никого не прохожу мимо. И обратно, чтобы его собрать, надо вот эту вот клавишу просто вот так вот передвинуть. Все. Теперь можно проверить. Все работает. Также можно проверить, вставит ли он на задержку с полстым магазином. Магазин сбрасывается, работает. Никаких предохранителей здесь нет. Так что об этом волноваться совершенно не нужно. Ну и можно поставить обратно фонарик, который пойдет на подзарядку. Вообще, в принципе, вот такой вот краткий прямой эфир на сегодня. С пистолетами закончили. Я показал Макаров, Глок-34, Смит Уэссен МНП Шилд мой и Вальтер Крилл. Следующая у меня – это краткая очистка моего оружия для самообороны, которую я буквально только что разрядил. И хочу посмотреть, в каком он состоянии. Вот это, кому интересно, это вот мой скорпион, который у меня обычно лежит рядом со мной. Я вот думаю, имеет смысл ли его сегодня чистить. Я его чистил буквально на прошлой неделе. В принципе, у меня много чего есть для очистки, но зрителей, судя по всему, гораздо меньше. Так что давайте разберем, посмотрим. Я давно его не разбирал. Мне бы теперь вспомнить, как он разбирается. Так, что у нас тут есть? Вот у нас заплат. Вот один пин. Ну, я где-то назад разбирал. Сейчас уже не помню. Представляете, какая у меня фонарь сейчас хорошая? Так. Еще далеко. Не всегда это удобно. Так, пин у меня вышел. Фонарик включился случайно. Видите, вот эта вот вещь, она, в принципе, снимается. Так, чего я тут сейчас пропустил? Хороший вопрос. Не, самого смешного, да? Видите, я чувствую, что должно. Вот, видите? Снял ОСН. Вот он. И, в принципе, теперь видно, где находится сам так называемый затвор. Так. Я не знаю, не хочу сейчас снимать рукоятку. Затвор можно вынуть здесь. И мы это посмотрим через секунду. Но для начала я хочу все-таки посмотреть на состояние ОСН. Если здесь грязюка какая-нибудь или нет. Вещь очень хорошая. И, реально говоря, наверное, один из лучших. Ничего здесь нет. Если оружие неделю лежало, то после чистки, то я сомневаюсь, что оно стало исключительно грязным. Поэтому я даже не знаю, сколько усилий мне надо предложить, чтобы здесь чего-то сейчас грязного найти. Нашел, собственно. Смотрите. Чуть-чуть грязюки нашел. Вектор привеса. Это у меня перемкнуло мозги. Я не планировал вообще сегодня этот скрекион разбирать. Честно скажу. И за счет этого просто перемкнуло. Бывает, наверное, вот. Как-то неприятно. Так. Вот у меня, соответственно, здесь затвор внутри. Вот, честно говоря, не хочу я его сейчас разбирать. Я его просто сейчас посмотрю. Кстати, вот здесь надо быть очень аккуратным. Пружина здесь очень сильная. Это все-таки вариация под блок. Но, учитывая, что это блокируется вот этой рукояткой, здесь работает все нормально. Ствол чистый сейчас никакого смысла совершенно нет. Так что здесь просто сегодня покажу. Просто разобранный. Он, может быть, я его лучше разберу. Это будет, по-моему, полезнее, по крайней мере. Вот. ОСМ вынимается как блок. Здесь можно много чего менять. Но я не любитель изменений, честно вам скажу. Так. У нас это что? У нас это сюда, да? Так. Ну, неправильно его же собрать невозможно. Невозможно, правильно? Соответственно, вот эта вот вещь должна выйти сюда. Но. Ох, балбес я, балбес, да? Честно говоря. Руки помнят. Голова нет. Вот, приходится вот так жить. Ну, даже смешно иногда. Так. С этим все. Давайте достанем, наверное, то, что последнее. Я, в принципе, думал калаши почистить. Ну, кому это интересно, калаши-то счистить? Все это так, как чистят. Правильно. Поэтому достали вот эту вот радость. Вот это то, что называется по американским законам пистолет. Беретта APX. С моей точки зрения, неплохой пистолет. В США сейчас они на распродаже. Можно было купить, но они 280 долларов. Некоторые модели. Я присматривался к нему, честно скажу. Не купил. Просто не успел. Думал, думал. Они подорожали. Мне Берета, в принципе, нравится. Одна из моих любимых фирм. У меня Беретт, наверное, штук 5. Как минимум, надо, наверное. Разных. Так что... А вот это, кстати, мой пистолет. Иногда для машины. Вот это буду менять. Это старая вещь. А так, в принципе, очень неплохая вещь. Магазин. Кстати, для тех, кому интересно. Это магазин L5. Старое поколение. Лансеровского магазина. То есть там стали меньше. А так, очень неплохой пистолет от фирмы Sikens. Арочка такая. Калибр 5,56, конечно. Здесь тоже мне потребуется только смазка. Я его совсем недавно чистил. Я недавно на нем менял вот эту вот возвратную рукоятку. Теперь она у меня двусторонняя. И в ближайшее время собираюсь поменять упор. Чем вообще арочные пистолеты в США отличаются от обычных краткослойных лентолог? Это то, что это не приклад. И то, что здесь нельзя поставить вертикальную рукоятку. То есть вот вертикального нельзя. Можно угловую вот так вот. А чтобы можно было вот так рукой удержать, нельзя. Вот все. Это реально говоря. Больше никакой разницы нет. С технической точки зрения. С практической. Этот я могу возить заряженным. С патронов в патроннике на предохранителя. А винтовку не могу. А так вот, для кого интересно, это Aimpoint, Piero. А это фонарик фирмы Enforce. А вообще сам пистолет от фирмы Seekens. Если кому-то интересно. Вот как он выглядит с разных сторон. Веща очень неплохая. Но я купил довольно-таки давно. Так что давайте сейчас я его разберу частично. Если он захочет разобраться. Я дальше не буду. То есть вот его частичная разборка. Я не хочу снимать верхнюю часть вполне короткой полностью сейчас. Просто смысла в этом не вижу. Но я хочу посмотреть на рукоятку и соответственно вот его затвор с ударником. Состояние неплохое, но имеет смысл смазать. Так что пока расходую вот эти все салфетки хоповские. Пока они у меня не кончатся. Потом перейду на нормальные. Хорошо, что на видео запах не передается. У меня включен сейчас, кстати, вентилятор. Так что вы видите немножко тень. Потому что вещь, скажем так, пахнет. Затвор имеет смысл смазать. Это все-таки критическая часть оружия. В данном случае, учитывая, что из него давно не стреляли, я его не разбираю. Хотя, как вы, наверное, знаете, в принципе, все это разбирается. Сейчас в этом особенной необходимости нет. Затвор неплохой. Видите, все сделано правильно. Состояние неплохое. Почти новое. У меня много арок, поэтому нагрузка вообще-то распределяется очень неплохо. Для тех, кому интересно, внутри затвора у ИР-15 вообще-то поршень. То есть сказать, что обычная система непоршневая, здесь сложно. У меня много чего в 22-м калибре, но сюда ничего не принес. С другой стороны, арка, в принципе, это 22-й калибр, если серьезно. В США называется 5,56-223. Это 22-й калибр на астероидах. 22-й калибр, чисто 22-й калибр я сейчас для чистки не приносил, честно скажу, Владислав. Хотя у меня есть, сейчас, в данный момент смысла чистить этого нет. Ну, у нас сейчас много тиров закрыто, особенно внутренние тиры. Поэтому стреляю сравнительно мало в последнее время. А так я, в принципе, люблю стрелять из мелкоршечного калибра. Вот, поменял затворную рукоятку на двустороннюю от стандартной. И теперь нужно проверять, чтобы она была хорошо чистить. Чищенная и смазанная, чтобы не скрипела по ствольной коробке. Будем проверять, насколько хорошо это работает. Звук есть, конечно. Я не знаю, насколько хорошо вам слышно. Я на Facebook первый раз сделаю прямой эфир. Так, ставим затвор. Теперь можно это все собрать обратно. Здесь хороший WSM. В принципе, можно так вот смотреть. У меня здесь нет механических прицельных приспособлений. Считаю, что M-Point достаточно надежный прицел. Видите, насколько здесь хороший спуск для данного типа оружия. И вот, кстати, дульник здесь вот такого типа. Он разъемный. Видите? Вот он там внутри. Это, в принципе, не глушитель, конечно. Это, так называемый, линейный компенсатор. То есть, посылает вспышку и звук вперед. И вот так вот это выглядит. Вещь очень приятная для стрельбы. И очень удобная за счет данной компоновки. Я практически ничего менять не хочу. Видите, у меня рука прямо... Вот если просто ложится рука, то практически мгновенно. Вот у меня большой палец на фонарике. А сама рука на вот этой вот угловой, так называемой, рукоятке. И все. Он тяжелый. Единственное минус, что вот эта вещь довольно-таки тяжелая. Это единственные минусы. А так, в принципе, вполне неплохо. Имеет, конечно, смысл на что-нибудь, может быть, улучшить в нем. Но пока мне этого достаточно. Кстати, короткий ствол. Очень короткий ствол. Здесь 6,5 дюймов, так называемый. Множить на 2,5. Кстати, кому интересно. А так, довольно-таки неплохая вещь для самообороны. Так. Следующая у меня, извиняюсь, наверное, все-таки будет калаш. Последняя вещь на сегодня. Это вот я вот в такие шорты хожу, кому интересно. Хорошая спортивная одежда. Калаши у меня много. Я достал только два. То есть, в данном случае, это у меня калашовский пистолет. По закону США, это пистолет. Это короткий калаш. Я специально держу в нем всего 20-патронный магазин. Версия называется М-92 ПАП. От фермы «Застава». Импортированная ферма «Сенчери Интернешнл». Сербия. Калибр 70-2,39. На нем сейчас стоит обычный упор. Вот такой вот простенький. Это не приклад. И фабовская рукоятка. Я собираюсь сюда здесь закончить. Видите, отверстие. То есть, рукоятка не закрыта. Я собираюсь поставить фабовский подиум. То есть, здесь будет вот такая вот вещь. С вариантом на крепление. И у меня также есть, возможно, буду ставить металлическое цевьё. Но, соответственно, дунник сейчас здесь у меня не стоит. Здесь это все еще заварено. То есть, вспышка дракона и так далее. Это я собираюсь тоже поменять. Как вы понимаете, это близко, наверное, к укороту. Потому что, видите, здесь вот это вот так вот держится. Крепления под оптику нигде здесь нет. И в отличие от у корота, вот здесь, видите, целик вынесен назад. Изначально это был ночной прицел. Изначально это был так называемый автомат М2. С прикладом. С кладным, по-моему. Но это был оригинал. У нас, как вы понимаете, такие вещи не продаются. Оригиналы. Но вот эта вещь была импортирована как пистолет. Поэтому сохранила в себе большую часть оригинальных деталей. Газовую трубку я снимать не буду. Смысла никакого сейчас нет. Видите, вот его затвор. И поршень. Стандартная 7,6-2,39. Я хочу просто смазать. Реально говоря, сегодня частично чистка, в большей части смазка. Потому что большая часть оружия у меня все-таки чищенная. И так. По крайней мере, все, что выходит из сейфа. А так у меня много калашей. Я даже так с места не могу сказать, сколько именно. У меня есть и российские, и болгарские. Есть, соответственно, сербский, югославский. Чего у меня еще есть? Ну, с точки зрения, это, в принципе, все на тему калашей. Американских у меня нет. Но у меня есть оружие в разных калибрах. У меня есть 7,6-2,39. У меня есть 5,56 болгарский. И так далее. У меня есть 308-й. Так, вопрос, да? Если на затворе, на блоке... Ну, вот, возьмем блок, предположим. Отвлекусь от калаша на секунду. Так, все это видно здесь, чтобы просто так убежало. У вас на затворе, на блоке, на затворе повелась коррозия. Чистить – это единственный вариант. Чем-то чистить, что снимает коррозию. Смотря, конечно, какого уровня коррозия, некоторые бывают, что уже все. То есть, затвор надо менять. Ну, в принципе, можно же затвор поменять. Снять все детали с этого, купить новый затвор, поставить туда все детали. Для блоков очень много компаний измельчат, чего делают. Но у меня никогда не было коррозии на блоковских затворов. Честно вам скажу. Проверите, действительно ли это коррозия. Может быть, это просто что-то там чуть-чуть совсем. И если хорошо почистить, может быть, это уйдет. У меня 4 блока. Ни разу не было никакой коррозии. Хотя я живу в месте, где... Без коррозии очень сложно. Флорида, США. Влажность где-то около 100% была это иногда. Так, возвращаясь к этому калашу. Ну, это стандарт, реально говоря. Некоторая фурнитура советская, конечно, к сербцовому калашу не подойдет. Особенно крышка слойная. А все остальное, да. Единственное, что я заметил, что с разным оружием разная совместимость магазинов. То есть, к примеру, сюда далеко не все магазины подходят. Как ни странно. То есть, вот у меня есть магазины, которые вы там видите. РКМС лежит на диване, на кровати, точнее, сзади. Вот он вот здесь. У него совместимость с магазинами лучше, чем у этого пистолета. Хотя, в принципе, тот и другой сделан. Первый заставок. Видите, в каком состоянии затвор. Как будто из него никогда не стреляли. Не затвор, поршень. Причем-то затвор, затвор. Ну, тут затвор тоже можно сказать, в принципе. Частично. Вроде все нормально. Ничего никуда не едет. Побеждений нет. Я, когда буду стрелять более часто, буду делать больше снимков. В общем, вот, соответственно, затвор. Если я заговариваюсь, то я заговариваюсь. Потому что бывает, скажем так. Видите, как он хорошо ходит. Возвратная пружина, стандартная. Вопросы можно в личку. Я в своем прямом эфире на YouTube выдал свой скайп личный, который привязан к каналу. Если хотите, спрашивайте там. Это мне немножко проще, чем это делать через Facebook, честно вам скажу. Так что вот. Вот такой вот калаш. Он у меня был куплен довольно-таки давно. Видите, как затвор ходит. Здесь неплохой ОСМ. Совсем неплохой ОСМ. Но, конечно, не идеал. В общем, вот этот калаш. Вот он. Вот так вот он выглядит. Вот это, скорее всего, останется. Вот это, возможно, уйдет. И рукоятку тоже буду менять. Кстати, учитывая, что это сербская вещь, для тех, кто не знает, его можно поставить на задержку. Если интересно. Не очень удобно это, конечно, но для тех, кому надо, можно вот так вот его поставить. Я не тренируюсь под это дело, заранее вам говорю. То есть можно вот так вот поставить, в принципе. Ставить магазин. Посмотрите, как это выглядит. Макулский магазин, для тех, кому интересно. Потом снять затворную задержку. Или просто снять. Рукоятка фаб-дефенс. Работает, как ни странно, очень приятно. Приятнее, чем стандартная, тоже точно. Вот такая вот вещь. С моей точки зрения, для воронодома может быть перебор, в большинстве случаев. Вот такая вот вещь. Я бы лучше вот арку взял для воронодома. Но для машины, или если вы живете там, где большие дистанции, может быть, неплохо. В основном из-за того, что 760 ван 39, это достаточно пробиваемый патрон. То есть пробиваемость в многих ситуациях может быть превышающе необходимая. Но все зависит от ваших требований. И вещь, кстати, совсем не дешевая. Если серьезно говорить, по цене он вполне сравнимый с того, который я показываю. Особенно сейчас у нас калаши в США подорожали. То есть реально говоря, вот это вот 800-900 долларов может стоить. СИК-320. В руках его держал, не стрелял ни разу. Честно говоря, просто неинтересно мне лично. Но учитывая, что его взяли на вооружение в армию, это значит, что производство будет крупное, и все проблемы, скорее всего, найдут. Потому что все-таки, как в любой армии, там молодые парни, которым нечего делать, и головы, которые не работают. То есть они будут ломать все, что могут, и сломают все, что могут. И найдут все возможные проблемы. Соответственно, за счет этого, возможно, на гражданском рынке качество этих пистолетов будет еще лучше. Я считаю, что это неплохой пистолет. Просто так оружие армейских конкурсов здесь не выигрывают. Здесь политические причины, конечно, существуют, но в основном они появляются после того, как пистолет прошел проверку. И тоже тогда начинают говорить, ну вот, типа, вы можете нам патроны поставить или нет? Потому что в контракте на М-17 требовалось еще поставить патроны. Глок сказал, что сами не могут, но один из их партнеров могут. А СИГ сами могут. Ну, вот СИГ выиграл. Плюс еще на 100 миллионов дешевле. За поставку оружия. Смысл менять на М-17? Не знаю. Вот это другой вопрос, я не могу ответить. Я считаю, что билет, предложенный пистолет, не намного хуже. Какую арку рекомендую за 500, серые 700 долларов? Сейчас сложно сказать. Все-таки в США у нас тупая паника. Но я думаю, что много новых пользователей сейчас купят то, что нашли, и закончится. Реально говоря, посмотрите, у меня было видео несколько лет назад. Арка, полный комплект за 1000 долларов, включая из себя и оптику, и арку, и 1000 патронов. Та самая арка с Митвессом МНП Sport 2 сейчас продается меньше 600 долларов. Я считаю, что это неплохо. Альтернативой им, с моей точки зрения, будет это Ruger MPR, или AR-556. 600-700 долларов, может быть. Там 18 дюймов, кстати, есть. Очень интересно, если с оптикой хотите стрелять. Кто еще? Может быть, Савыч. Сейчас забейте до того, что вы можете найти в магазине, и найдете ли вы под них патроны, и не найдете. Это уже вопрос второй, в который я ответить не могу. У меня патронов достаточно на данный момент. Но вот у меня AR-ов много, поэтому я как бы новые особенно-то не покупаю. Вот еще раз. Давайте положу этот пистолет на место и поднесу несколько вещей поближе. То есть вот, к примеру, арку, которую вы у меня практически никогда не видели. Потому что я на ней работаю. Вот 27-21-ая арка, к примеру. Сравнительно недорогая. Все в сравнении. Там сейчас внутри нет некоторых деталей, поэтому вы ее видите в другом варианте. Кстати, хорошая фурнитура, специально заказанная мной. То есть вообще ее собираюсь полностью покрасить в мультикам, возможно, в будущем. Сделано здесь тяжелый, 27-м ствол. Я ее планирую как оружие под чуть-чуть более дальнюю дистанцию. А вот это то, что у меня, вы, наверное, уже видели в начале этого видео, то, что только что закончил ее чистить и смазывать. Это вот вариант обороны дома или машины. Правда, фирма Seekens Arms, скажем так, не самая дешевая, но вещь очень неплохая. Хорошие компоненты здесь стоят, хороший WSM, хорошая оптика, хороший фонарик. И для реально короткие дистанции очень неплохая вещь. Недавно поставил на нее рукоятку, от фирмы LARUN. Улучшил, соответственно. Видите, вот этот угол позволяет немножко по-другому им пользоваться. Не, вот без вот этого дела. Вот так вот. И мне просто нравится вот эта вариация. Как говорится, взял и все на месте. Вот, например, арт. Но это не 600-700 долларов, как вы подозреваете. Здесь сам прицел 400 стоит. Только прицел. Но хороший прицел – это импоинт первого. Так что вот такая вот вещь. Можно купить подобную. Я могу принести недавно собранный мной арочный пистолет, если хотите, который стоил мне гораздо меньше, который стоил вот те самые 500-700 долларов. Если хотите, все их у меня в соседней комнате. Давайте я сейчас его принесу. Заодно уберу вот это вот убоище. Честно говоря, оно не к месту. Совсем. Так что сейчас вернусь. Есть. Ну вот, в ответе на ваш вопрос недорогие арки. Вот я две штуки принес. Сравнительно две. Вот мой недавно собранный арочный пистолет. Здесь детали Макулы, и полметра стоит Армении. Разница поршень или нет, никакой разницы не играет совершенно. Это, в основном, это была мода. Это никакого отношения к качеству практически не имеет. Самое главное, чтобы было качественное оружие. То есть, есть разного уровня, например, те же самые газовые трубки. Одни предназначены для высокой температуры, а другие нет. Соответственно, те, которые нет, они будут служить меньше. И для высадки среды работать не будут. Ну вот, смотрите. Вот это R15 пистолет. Короткая арка, 10,5 дюймов ствола. Я поставил на него коллиматор от фирмы SIG. Вот его вариация. Мне он очень нравится. Регулируемый упор под разную дистанцию. Куча разных макуловых вещей. Мне, честно говоря, он очень нравится на данный момент. Хороший, достаточно коллиматор. Вот он, SIG. Сидовский. С возможностью второго прицела. Вот он. Очень хорошо все работает. И недорого. Видео по улучшению, то есть со стандартного на макулу у меня в ближайшее время выйдет. Я, честно говоря, немного поменял. Я в основном поменял рукоятку, цевьё и здесь. Всё. Он и в стандарте был неплохо, а сейчас вообще очень приятно его держать в руках. SIG 556 у меня лежит в сейфе, но, честно говоря, для него копаться сейчас желания просто нет. У меня есть SIG 522 мелкашка и SIG 556. Как раз оригинальный SIG 556-й. Тот, который ещё швейцарский вариаций. Вот это, кстати, вещь очень хорошая для обороны дома. Всего ещё фонарик добавить и всё. И больше вам ничего не надо. Фонарики просто ещё не успел сюда поставить. И, может быть, дуни настройство поменяю. Но вот это... Я про этот пистолет уже рассказывал не раз, скажем так. А вот на тему недорогих арок помните вот эту вот винтовку. Смит-Вессон. До сих пор... Да, до сих пор не покрашена. Я на ней поменял тоже на Маковский комплект. Это SL-комплект. Но, реально говоря, для обороны дома, если серьёзно говорить, оптика вам далеко не всегда нужна. Если у вас есть фонарик... Кстати, очень хороший фонарик. Это добрый. Мне фирма этот фонарик прислала для обзора несколько лет назад. Я попытался сделать обзор, но настолько хороший фонарик. Вот видите, вот такая вот вещь. Очень мощный фонарик. Фирма Army... чего-то... Army Tech. Если я правильно произношу. Извиняюсь за произношение. Сейф 556 я сейчас не достану. Он там у меня глубоко в сейфе. У меня сейф большой, и он там в глубине сидит. Посмотрите, у меня на канале по нему видео были. Но вот здесь вот эта вот чистая, вот чисто простенькая арка, мне она обошлась меньше 500 долларов. Ещё 50 долларов на вот этот комплект. Фонарик, как я сказал, был, к счастью, бесплатный. Мне его прислали на антур, видите? И вот у вас оружие для обороны дома. Всё. Если вы не хотите особенно далеко работать, то вот эта вот вещь, просто, вот он. Больше вам ничего не нужно. Вот это, кстати, скорее всего, уберу. Вот это вот. Потому что получается не очень удобно. Я попытался совместить, но ведь видите, наверное, принесу фонарик на левую сторону. Ну вот. Чисто оружие для самообороны, для обороны дома. Очень простенькое, очень надёжное и очень недорогое. Так что вот с чего можно начать. Так что вот, я чистить его не буду, чистить сейчас вот эту вот вещь смысла никакого. Абсолютно. Так что сейчас отнесу это обратно. Попытаюсь, Владислав, я попытаюсь сейчас найти вот тот сил. Камеру выключу и звук тоже. Ну, это 5,56. Арок в 223-х практически не существует, если серьёзно говорить. Потому что 223-е это гражданский калибр, гражданский патрон. Здесь у меня один и сколько? У меня отсвечивает здесь лампа, честно вам скажу. Это 1,9, по-моему. 5,56 НАТО. Вот. На всех стволах наружи обычно пишется калибр и шагы нареза. То есть 5,56 НАТО это 5,56 на 45. И 1 на 9 или 1 на 8. Надо посмотреть. Меня сейчас здесь отсвечивает. Ну что, отключаюсь. Сейчас вернусь, попытаюсь найти этот несчастный сек. Так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Этими приспособления снято с тем, потому что они просто в сейфе не вылезают. Вещь классная для просто удовольствия в тире или кому-то чего-то учить. Складывается приклад на бок. Работает от разных магазинов. У меня вот такие магазины. Сиг 556-й весит раза в два больше, является полноценной винтовкой-карабином калибра 5,56. Прицельное приспособление швейцарского стиля, цевьё цельно-алюминиевое, весит раза в два больше, чем вот это вот. Вот он вот так вот выглядит. Регулирование вот таким образом. Несколько отверстий. Приклад нерегулированный, только складываемый. Калибра 5,56, соответственно. Цевьё, наверное, две трети веса данного оружия. Поршневая, само собой, это вещь такого типа. Можно поставить, конечно, при желании на запорную задержку. Здесь есть клавиша. Ну и, соответственно, потом её снять. Вот эта вот винтовка. Это не 590-я серия и не 550-я серия. Это 500-я серия. По крайней мере, американская. Модель СИГ-556. Делался в основном для США. Или даже в США частично. Стрелять из него удобно за счёт того, что он тяжёлый. Но держать на руках тяжёлый. Да, это практически швейцарский калаш. Поршень. Вот до сюда идёт. Всё разбирается. В отличие от 590-й серии или 552-й серии, там поршень идёт отсюда. Здесь поршень отдельный. То есть это почти швейцарский калаш. Есть вещи, которые ближе к швейцарскому калашу по своему возможностям. В принципе, вот так вот оно выглядит. Предохранитель обычный, двухсторонний. К сожалению, снят с вооружения. Да, знак? Купил его в 2013 году. Стоил он тогда 1100 долларов у нас здесь. Сейчас стоит ни малейшего понятия. Вот. Всё, в принципе. Я планировал этот тестовый прямой эфир сделать на час. Час прошёл. И, в принципе, сегодня всё. Посмотрим, что народ будет говорить. Вот это, кстати, реально говоря, тренировочная винтовка от него же. Конечно, имелось в виду, что они будут абсолютно одинаковые по конфигурации, но у меня вот так не сложилось. Так что у меня получился попроще вариант. Он гораздо легче. У меня сюда идёт оптика разнообразная иногда. От коллиматора до призматического прицела. До, вот, там у меня лежит загонник, я пользусь к полтора. В принципе, очень неплохая вещь. Как вы понимаете, многие контроли здесь идентичные. И самая большая проблема у этого варианта – то, что стандартные магазины, сиговские, работают очень плохо. Но фирма Black Dog Machine, то есть компания Чёрной Собаки, делает свои магазины для него. Вот они-то, они и есть. Они работают отлично, никаких проблем. Очень много народу эту винтовку на Храбин сдавали обратно, потому что он на них не работал. А у меня всё работает. Как видите, между ними небольшая разница есть. Видите, вот здесь можно отвести назад. И получается забор по-другому. Здесь рукоятка впереди, а здесь сзади. Ну, в принципе, они очень похожи до правильной степени. Вот так, надеюсь, сегодня было интересно. Если что, комментируйте. Посмотрим, что получится на Facebook. Первый раз сюда пишу. Больше, чем я сейчас, честно говоря, не хотел. Так что на сегодня всё. Спасибо всем, кто смотрел и будет смотреть. Насчет длинноствольных. В смысле, что, значит, предпочитаю длинноствольных. Вариаций-то много. У меня длинноствольных 40 штук разных. То есть, как бы, что я предпочитаю. Как говорится, то, что у меня есть. То, что я могу себе позволить. Болтовики, Савыч. У меня три болтовика, Савыч. Два в 308 и один в 22 калибре. Но я, честно говоря, мало пользуюсь, поэтому, как бы, не специалист по дробовикам. Тьфу, ну, это длинностволом. Вот это. Так что, народ, всё затянул уже немножко дольше. Я не знаю, как это пройдёт на Facebook. Я надеюсь, что они мне ничего здесь не заблокируют. Так что, пожалуйста, комментируйте. Если это работает, то буду пытаться этим тоже пользоваться. На сегодня всё. У меня уже почти 7 часов вечера. Так что, пойду убирать всё обратно в сейф. Левентон 700 совершенно мне не нравится. Кстати, вот это вот надо будет, наверное, всё-таки почистить. Видите, нету нормального тут звука. Всё, всем спасибо. До следующего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok